Дорогие ускаменогорцы! В прошлом году мы добились больших результатов в рамках программы развития микрорайонов. Главная задача этой программы – это повышение качества жизни горожан, проживающих в отдаленных микрорайонах. Согласование и реализация проекта с жителями дали свои конкретные плоды. Как мы обещали, эта практика будет продолжаться и в этом году. Сейчас я хотел бы озвучить ряд планов по развитию микрорайонов. Хочу обратить внимание, это те проекты, которые уже точно подтверждены финансированием и обязательно будут реализованы. Первый блок работ коснется 19-го и прилегающих к нему жилых районов. В районе дома Кокжал-Барака 7-1 будет установлена баскетбольно-волейбольная площадка. У дома СМБ-6 детская площадка. В 21-м и 27-м районах запланирован масштабный гравинир ремонт дорог на сумму около 40 миллионов тенге. Также по просьбам населения вдоль проспекта Аль-Фараби установят 4 остановочных павильона закрытого типа. Также в 19-м микрорайонах с учетом растущей потребности будут построены еще две школы, каждая которой примет по 600 детей. Хочу порадовать и маленьких горожан, и родителей, проживающих в микрорайоне Бабкиной Мельницы. В этом году мы начнем строительство новой школы на 300 мест в вашем районе. Продолжится наша работа в районе Облакетки. В этом году здесь появится два тротуара. От остановки Промбаза до Геологическая 2 и от улицы Молдавая до 14-й школы. В рамках бюджета народного участия проведут благоустройство двора по адресу Геологическая 2. Также в районе Промбазы появится отдельная детская площадка. Еще одна будет установлена по адресу Островская 22-1. Масштабные работы будут проведены в Согре. На ремонт дорог здесь выделяется 50 миллионов тенге. Какие это будут улицы, я пока сказать не могу. Для этого нужно сначала услышать мнение жителей. Скоро мы начнем цикл наших встреч по развитию микрорайонов. Там мы совместно с жителями будем решать, как распределить эти средства. Кроме этого, запланировано обустройство футбольного поля в сквере Фасадной. Игровый на ремонт двух дорог улицы Узбекской и дороги до дачного сообщества Восточник 5-6, Титан Металлург 3. Также средства выделены на асфальтирование дорог поселка Желанда. Сюда направляется 48 миллионов. Определять участки будем совместно по такому же алгоритму. Также здесь будет обустроена линия освещения от улицы Молдоголова 15-6 до улицы Бастал. Поселка в Ульбинском запланировали гравийный ремонт улиц Носихова, Плахуты, Айтыхова, а также установку детской площадки. В миновном проведем средний ремонт дороги по маршруту автобуса номер 53 от трассы Ускаменогорск, Семей, до дачного общества Радуга. Также планируем установить освещение в сквере у Мемориала Победы. Футбольное поле по просьбам населения установим в районе Садового товариства Металлург 6. Также запланирован гравийный ремонт переулка Конечный. В 22-м и 23-м районах будет заасфальтирована улица Турайгрова и Дробышево. В 23-м микрорайоне также запланирован гравийный ремонт улица Алдобергенова, Бостанда, Сумина. 40 миллионов тенге выделяется на асфальтовый ремонт дорог поселка Прудхоз. Отдельно хочу обратить внимание на планы по поселку Самсоновка. Здесь предусмотрен асфальтовый ремонт дорог на 40 миллионов тенге. Текущий ремонт проезжей части Старого моста и всей дороги от трассы в Самсоновку. Гравийный ремонт, установка футбольного поля, линия освещения по улицам Береговая, Шоссейная, Солнечная, Степная, Третья и Фонарная. Еще раз хочу повторить, что эти работы нам запланированы и уже обеспечены финансами. Возможно, в масштабах каких-то районов планы выглядят не совсем грандиозно, Но я подчеркиваю, что каждая из этих дорог, каждый фонарь и каждая детская площадка – это наша совместная работа. Все усилия, что в этом году программа развития микрорайонов этим не ограничилась. В течение года мы будем изыскать средства в виде экономии или дополнительного финансирования. Уже скоро я лично посещу каждый район, и мы еще раз проанализируем существующие проблемы и возможности. Вместе мы продолжим делать Ускаменогорск лучше, потому что Ускаменогорск есть мы.